ВК «Тверь» провел последние в этом году матчи предварительного этапа первенства страны по волейболу Высшей Лиги Б. К радости болельщиков встречи прошли на домашней площадке Дворца спорта «Юбилейный». Гостями «Твери» были игроки Вологодского политехника. Для того, чтобы выполнить промежуточную задачу и со второго места в подгруппе выйти в четвертьфинал, «Твери» было необходимо выиграть хотя бы раз. И пусть трудно со счетом 3-1, но это удалось в первой же встрече. Расклад по партиям получился следующим 25-21, 23-25, 25-23, 25-22. Во втором матче наставник «Твери» Сергей Чеботарев позволил основным игрокам отдохнуть и выпустил на поле запасных. Среди тех, кто прошел проверку боем, оказался и Евгений Денисов. По словам Жени, для него было волнительно провести на площадке все игровое время. Я сегодня первый раз вышел полноценно играть. До этого мешали какие-то травмы, что-то такое. Сейчас более-менее меня подлечили. Старался играть. Не получилось в приеме. Как-то немножко дрожь была такая, что важный очень матч для меня. Ну, а остальное более-менее вроде со стороны было виднее. В итоге матч был отдан Вологодцам со счетом 0-3. По сетам картина выглядела не так уж безнадежно. 21-25, 24-26 и 23-25. Да, я действительно дала ребятам молодым поиграть. И они меня оправдали. Там немножко не получалось, не хватило опыта, не хватило практики. Но я очень доволен, что они поборолись и поиграли. Просто не хватило немножко опыта, скажем так, каких-то игровых и практики. Вчерашний-то матч, в принципе, что-то давал обоим командам. А вот сегодняшний матч уже в плане турнирного положения особо ничего не давал. Поэтому я думаю, что обе команды играли просто, чтобы в удовольствие поиграть. Вот и все. Сергей Чеботарев был рад, что команде удалось выполнить первую из поставленных задач. Не огорчало наставника даже то, что лидер турнирной таблицы предварительного этапа, ВК «Академия Казань» набрал в полтора раза больше очков. И, как помнят болельщики, Твери ни разу не удавалось одолеть казанцев. Первые игры у нас не сложились. Вы помните, почему? Потому что у нас сломались два игрока. А в Казани просто, скажем так, не сложилось, не получилось, что хотелось. Нет, недалекие, с ними можно бороться и надо бороться. Чеботарев не отрицает, что в четвертьфинале его подопечным предстоит противостоять командам, которые выше класса. Но это, по его словам, не должно останавливать на пути к победам. В следующем этапе игры начнутся через две недели. В Казань мы едем на неделю. И будет, конечно, тяжело. Там будут сильные соперники. Та же самая Казань и четыре команды с другой группы. Но будем стараться биться. Задача ставит выход в финал. В финал высшей лиги Б. Посмотрим, что с этого получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!